Предварительные итоги реализации проекта «Электронная ипотека за один день» обсудили участники Межведомственного совещания в региональном управлении Росреестра. Один из главных результатов – удобство виртуального документа оборота, как для граждан, так и для застройщиков. Рост количества сделок в текущем году составил десятки процентов. Суть «Электронной ипотеки за один день» в том, чтобы удаленно оформить все бумаги по продаже или покупке жилья в течение суток. Проект стартовал в нашей стране в прошлом году. Поначалу в четырех регионах. Сейчас он реализуется уже на территории 75 субъектов. Тверская область в их числе. В результате в Верхней Волжье в первом полугодии количество таких сделок выросло до 42 с лишним процентов. В Росреестре убеждены, что выгоду получают все участники процесса. Граждане не через 45 дней заселятся в свою квартиру, а заселятся завтра. Бизнес получит деньги или от банка, или от своего заказчика не через 45 дней, а завтра. На совещании, в котором принимали участие не только представители Росреестра, но и застройщики, поставщики электроэнергии, производители струематериалов, обсуждался целый ряд других вопросов. Среди них – возвращение в оборот земельных участков для жилой застройки. В Тверской области работа в этом направлении ведется, как и по всей стране. У нас уже найдено несколько десятков земельных участков площадью более 360 гектар на территории Твери, Конаковского района, Калининского района. И мы эти участки сейчас готовим совместно с правительством области для изменения генеральной планы, для того, чтобы в ближайшее время можно было эти участки вовлечь в оборот. Сведения о таких участках размещены на публичной кадастровой карте, которая появилась после запуска Росреестром онлайн-сервиса «Земля для застройки». Ведомства считают, что это позволит всем заинтересованным лицам в режиме онлайн подбирать для себя нужные территории.